Привет, друзья! Сегодня у нас на тесте самый недорогой Maserati по цене пятерки BMW и Mercedes E-класса Maserati Ghibli. Последнее время многие премиальные марки пытаются выйти на массовый рынок. О чем я вам хочу сказать? Этот автомобиль стоит от 68 до 80 тысяч евро. За эти деньги вы можете купить себе BMW пятерку, Mercedes E-класса или Audi A6. Конечно же она будет в полной комплектации и с хорошим двигателем, как и этот автомобиль. В чем же разница? Покупая автомобиль из большой немецкой тройки вы получаете качество, вы получаете новые качественные салоны, мультимедийную систему, новые технологии. Покупая Maserati Ghibli вы покупаете Pond. Вы получаете хороший звук, вы получаете хороший двигатель, вы получаете хорошую управляемость, но по всем остальным пунктам этот автомобиль очень сильно отстает. Любой человек, который смотрит в зеркало заднего вида и видит Maserati, он понимает, что это премиальный автомобиль. Агрессивный, злой и быстрый автомобиль. Посмотрите на переднюю оптику. Ничего здесь интересного в ней нет. Обычная линза, обычные сверху диоды стоят дневные ходовые огни и снизу стоят поворотники. Но как она формой выполнена? Она настолько агрессивная. Несмотря на то, что капот, передний бампер, фары и решетка радиатора все стремится вперед и к асфальту, крылья у Ghibli очень раздутые. За счет этого складывается такой интересный дизайн передней части автомобиля. Машина в белом цвете, поэтому я думаю не всем будет видно. Смотрите, одна линия идет вниз, одна идет наверх. И здесь идет расширение на крыле. Очень хорошая идея. Ну и, конечно же, значок на задней стойке. Без него бы этот автомобиль не назывался Мазерати. Если внимательно присмотреться к дизайну этого автомобиля, то с разных ракурсов она смотрится по-разному. С передней части она смотрится злой, с боковой части она смотрится более представительской. Если смотреть с этого угла, с которого вы ее сейчас видите, посмотрите, как сделаны окна. Она смотрится как спортивное купе. По задней части здесь, опять же, стоит обычная оптика, но дизайнерски она выполнена хорошо. Крышка багажника выполнена с огромным количеством ребер. Здесь у нас надпись Мазерати. И снизу у нас стоит 4 патрубковых хлопной системы. И поверьте, тот звук, который исходит из этих патрубковых хлопной системы, это именно то, за что покупают этот автомобиль. На Ghibli вы можете заказать различный дизайн колес от классических до спортивных. Колеса здесь стоят разноширокие. На нашем автомобиле это 19-е колеса. Спереди 245 на 45, сзади 275 на 40. Гамма двигателей у Ghibli не очень большая. Есть два бензиновых мотора и один и другой мотор 3 литра V6. Один выдает мощность 330 лошадиных сил, другой 410 лошадиных сил. Разница в турбине. Также есть дизельный двигатель, выдает он 275 лошадиных сил. Но я считаю, что покупать себе Maserati на дизельном двигателе это позор. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Друзья, в последнее время вас стало намного больше на моем канале. Я очень ценю, что вы посещаете мой канал, подписывайтесь, ставите лайки, пишите комментарии. Именно поэтому я решил разыграть новый iPhone 7. Сделать это будет очень просто. Вам нужно прямо сейчас подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий и поделиться этим роликом в социальных сетях. Сделать это нужно до 20-го числа, потому что именно 20-го числа я проведу стрим и рандомным путем мы выберем победителя. Я желаю всем удачи! Смотрите, какой вид, а! О, олень, 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 сними олень. Эй! Ну вот примерно такие же бараны делали салон в Maserati Ghibli. Здесь, в принципе, на что ты не смеешься? Вот такие же бараны. Они сделали хороший двигатель, они сделали хороший выхлоп, они сделали хорошие тормоза. А на салон денег не хватило. Конечно, если ты закажешь, весь салон у тебя будет зашит в кожу на па. Но если ты этого не сделаешь, у тебя будет дешевый винил. Но он нигде не скрипит, хороший. Да. Ну прям вот как... Правда, жирный весь какой-то. Неприятный. Материал на потолке хороший. Не алькантара, но такой вот. Вот в Тойотах как делают. Да? То есть, и вроде бы как что-то среднее между алькантарой и носком. Лампочки здесь везде галогеновые. Что больше всего в этой машине раздражает, это рулевое колесо. Оно здесь огромное. И на автомобиле, которая, в принципе, говорит тебе, что я спортивная, она дает тебе эмоции своим звуком, своим двигателем, своей подвеской. И вот эта вот баранка, которую реально надо крутить, как на автобусе, ну, реально неудобная. Во-первых, держаться неудобно. Здесь он трехспицевый. Вот эти две спицы, они настолько широкие, что вот классическим обхватом держаться неудобно за этот рулевое колесо. Тахометр, спидометр, в принципе, обычный, но выглядит мне нравится как. Все это сделано на синем фоне. Мазерати делает только так. Посередине стоит экран. Хорошо он читается, но, опять же, графика старая. Если бы этот автомобиль выпускался, ну, допустим, в 2000-х годах, с 2000 по 2006 год. Окей, ладно. Но этот автомобиль выпускается с 2013 года. И тогда возникает вопрос. Почему здесь такой пластик? Вот этот пластик под алюминий. Ну, можно было сделать это из алюминия. Но все-таки это премиум бренд, правда? Вы поставили красивые часы, но все остальное дешево выглядит. Реально дешево. Вот здесь идет пластик. В более дорогих версиях можно заказать карбон или дерево. Карбон, наверное, лучшее, что можно заказать в этой автомобиле. Потому что в нашей комплектации здесь стоит, причем это не самый дешевый отделочный материал, но просто серой краской покрашен пластик. Я не понимаю. Удобной мультимедийной системы, чем в Maserati, я не видел нигде. Огромные сенсорные кнопки и понятно, куда тебе нужно нажать. Радио, плеер, климат. Здесь огромные значки, на которые ты понимаешь, куда нужно тебе нажать и что тебе нужно включить. Очень удобно. Но выглядит мультимедиа, как в Тойотах, вот как в Сотках была, как в Прадике старом была. Вот примерно такой же мутный экран, такая же графика. В принципе, тут что-то нарисовано. Но я говорю, это 2000-е годы. Кнопок здесь, соответственно, нет. Здесь только можно прибавить громкость и еще одно колесико. Я не знаю, на чего оно нужно. Ну, тоже какие-то настройки можно делать. А так все сенсорно. В принципе, нормально, удобно, если не заморачиваться. Единственное, что здесь обращает на то, что ты сидишь в салоне в Maserati, это вот эти значки на подголовниках. Больше какой-то роскоши в этом автомобиле нет. Она реально просто ввинчивается в повороты. Несмотря на то, что на нашей модели задний привод, она шикарно держит дорогу. Она шикарно входит в повороты. Вот 120 идешь в закрытый поворот по серпантину, реально не страшно. Кармаза идеальны, тоже идеальны. Здесь стоит восьмиступенчатый автомат, и он думает наперед тебя, что ты хочешь от него. Вот это мне нравится. Мне это нравится в BMW и нравится в этом автомобиле. Реально круто. Если приедете в отпуск в Испанию, можете арендовать этот автомобиль в компании Solo Action Car Hire. Назовите промокод «Авторитет» и, как всегда, 10% скидочки вам сделают. Выбирает она очень хорошо. Реально есть такое ощущение, что в этом автомобиле двигатель 4 литра стоит. Нет ощущения, что это трехлитровый двигатель V6. Она реально просто очень хорошо выбирает. Вот даже мы идем в горку по серпантину. Нет ни задержек, ни тупит коробка. Идеально. Если бы не этот руль и не этот салон, я бы прям завтра ее взял. Вот с удовольствием. Во-первых, понтовая. Во-вторых, агрессивная такая. Прям вот подходишь, там чувствуется агрессия. Едешь, прям вот этот звук, этот выхлоп. Прям... Пошла! А-а-а! А что там говорят? Давидыч, недавидычи. Вот куда надо приезжать, показывать мастерство вождения. На серпантине. Тут слева гора, справа обрыв. Тут слева гора, справа обрыв. Еще косты ходят. В прямом смысле этого слова. Я с вами прощаюсь, увидимся ровно через неделю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, потому что реально они нас взбатривают. Чем больше лайков, тем больше драйва, интересных тачек, ну и хорошее настроение у меня. Субтитры сделал DimaTorzok